В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ». Я, Виктория Сащенко, и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в Бресте, в программе «Встречи с интересными людьми», реальные планы на будущее руководителя, а также о подготовке областного центра к новогодним праздникам. Смотрите в этом выпуске. Работа в современных условиях в нынешней экономической ситуации требует определенно нового подхода к организации работы и руководящего состава предприятий и трудового коллектива, резюмировал Андрей Кобяков, посетив в рамках рабочей поездки по Брестской области предприятия города Кобрина. Лариса Осмоловича о ярких моментах и о нюансах встречи. Светодиодные лампы теперь освещают улицы города Бреста. Анастасия Ноздрин-Плотницкая разбиралась в тонкостях производственного ноу-хау и узнала, где и за счет чего можно сэкономить на энергозатратах. Показать тем, кто не видит проблемы, что она существует, а также тем, кто знает о ней, но игнорирует, объяснить взаимосвязь всех членов общества и помочь побороть страхи и дать самим гражданам, чьи возможности как-то ограничены, платформу, чтобы заявить о себе. В Бресте дан старт проекту ООН «Инклюзивная Беларусь», не оставляя никого позади в достижении цели устойчивого развития. По заслугам и награды. София Бережная о лучших спасателях пожарных Брестской области, награждение которых прошло в рамках визита в регион министра чрезвычайных ситуаций Беларуси Владимира Ващенко. Прямо сейчас об этом и не только. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков в рамках рабочего визита посетил Брестскую область. В городе Кобрине прошло совещание с участием руководства области, на котором был рассмотрен указ президента по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций в Брестской области и Кобринском районе. Также глава правительства посетила ряд предприятий региона. С подробностями Лариса Осмолович. Во главе угла рабочей поездки главы правительства финансовое оздоровление сельхозорганизации Брещена. Одно из решений – разработка дорожной карты для каждого хозяйства, имеющего какого-либо рода проблемы. Только индивидуальный подход поможет стабилизировать ситуацию. Мы определились, что буквально до конца года мы по всем ключевым требующим решения позициям по предприятиям, во всяком случае дорожные карты, как по этим предприятиям поступать, как их выводить из этого сложного финансового положения. А там есть разные подходы и досудебные процедуры, и постисудебные, и процедуры антикризисного управления, санации предприятий. Все эти наборы инструментов присутствуют, и мы очень тщательно эти вопросы посмотрели. Просто не будет ни для руководителей, ни для тех, кто работает в сельхозорганизациях. Требуется соответствующая нормативная база. Подчеркнул Андрей Кобяков, безоговорочно согласный с этим утверждением, и руководители областной вертикали. Работы предстоит еще очень много. Мы практически только, наверное, прошли четверть пути, если так вообще выразиться, с точки зрения реализации этих указов. Непростая работа, требующая индивидуальной работы с каждым сельхозпредприятием, требуется ювелирная индивидуальная работа. Общего шаблонного решения всех под копирку, условно, всем дать денег, или никому не давать денег, или, допустим, всех реформировать, всех ликвидировать, или там что-то еще такое всеобщее, таких общих, единоисполняемых рецептов просто нет. Но инструменты, которые глава государства дал этими указами, они, в принципе, дают возможность местным органам власти, при непосредственном участии и республиканского органа госуправления, банковской системы, находить выходы из этих решений, причем не затягивая. О результативности мер по улучшению финансово-экономического состояния предприятия разговор велся уже непосредственно на промышленных объектах. Инструментальный завод «Ситома», работающий с советских времен и стоящий в те годы довольно крепко на ногах, является единственным в республике специализированным предприятием по изготовлению селесарно-монтажного инструмента. Но ситуация на нем сегодня достаточно сложная, хотя неплохие подвижки имеются. Благодаря инвестициям на предприятие снижены энергозатраты и запущена новая линия цинкования и оксидирования, что позволило выпускать ключи нового образца. Наша дальнейшая задача – это модернизация инструментального цеха, чтобы от получения заказа до выхода готового продукта максимально сократить сроки, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции. Вроде мы много, 400 производим позиций, но для того, чтобы быть успешным на рынке, это уже мало, надо еще столько же. Тогда мы можем увеличивать ассортиментный перечень, можем в полном объеме удовлетворять заказчикам в плане проведения тендерных процедур и так далее. Пока мощности «Ситома» используются лишь на 60%. Продукция не является конкурентоспособной. При достаточно хорошем качестве инструмента, веско заметил глава правительства, упаковка непрезентабельная, оставляет желать лучшего. Сегодня и этот факт играет роль. В советских времен предприятие, казалось бы, могло бы очень серьезно работать и не только в производственной технической кооперации, что, в общем-то, было изначально и его предназначением, но могло бы работать в розничной сети, в торговле. Но вот наш такой, к сожалению, редкий случай, когда я говорю советский подход, еще старый, нерыночный, в общем-то, когда делать хорошую, качественную, достаточно продукцию, медуинструмент, который отличается и по прочностным своим качествам, но не всегда, скажем так, привлекательный внешний вид. Не всегда, практически я там не видел пока еще до сегодняшнего момента упаковки, которую можно было бы рассмотреть как привлекательную, которую хотелось бы подарить, допустим, другу. Как пример правильного менеджмента, кобринское предприятие «Полесье», специализирующееся на производстве детских игрушек и игр. Благодаря грамотной политике по продвижению услуг, осуществляемого на основе целенаправленного изучения потребительского спроса, обеспечивается высокий качественный уровень продукции, удельный виз экспорта свыше 80%. Более 40 стран мира знают кобринского производителя игрушек. А это показатель успешной работы. Прекрасные условия, прекрасное оборудование, интересная содержательная работа, молодые лица. Вот вы обратили внимание, что конструкторы, технологи и рабочие, которые, они все, в общем-то, видно, что с большим желанием, удовлетворением трудятся и вознаграждение за труд, соответствующая заработная плата. Достаточно успешно сегодня работает и кобринская предельно-ткацкая фабрика «Ручайка». Это, опять же, грамотная политика руководителя. Убыточная и нерентабельная долгие годы предприятие с 2015-го работает прибыльно. Темп роста товарной продукции составил более 148%. Рентабельность продаж почти 10%. Чистая прибыль – 795 тысяч рублей. Предприятие провело работу по диверсификации рынка сырья и сегодня выпускает материал ПВХ для баннеров и автомобильных тентов. Практически 70% продукции идет на экспорт. Основной рынок сбыта – Российская Федерация и Казахстан. Мы собираемся сделать свое производство готовых изделий. То есть из наших материалов, как продолжение, уже до сих пор мы выпускали павел фабрикаты, надеемся выпускать готовые изделия. То есть малоархитектурные формы, тенты для автомобилей, палатки разного рода, навесы и так далее, ангары. Сейчас идет написание инвестиционного плана бизнес-проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта идет. Подобрали оборудование, пока так считаем наши затраты на его реализацию. Работа в современных условиях, в нынешней экономической ситуации требует определенно нового подхода к организации процесса и руководящего состава предприятий, и трудового коллектива. Резюмировал Андрей Кобяков. К сожалению, вот эти детские болезни, так называемые еще со старых времен, они еще присутствуют. Поэтому здесь нужно даже не столько повложения, не столько инвестиций, хотя это тоже требуется, но здесь больше, наверное, отношения к делу, желания, подбор кадров. Работа в современных условиях, вот то, что требуется от, допустим, предприятий, которые явно пока не догоняют, явно не соответствуют тем возможностям, да и тем потребностям, которые, в общем-то, предъявляются к тому, что человек, приходя на работу, должен получать надлежащее вознаграждение и за свой труд, и получать удовлетворение от той работы. Пока, допустим, это не везде в Кубринском районе. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. В Бресте появились фонари со светодиодными лампами. Производственная ноу-хау призвана уменьшить расход энергии, необходимой для освещения города, при этом не потеряв в качестве. Технология уже давно зарекомендовала себя с положительной стороны. Теперь она будет использована и на благо областного центра. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая разбиралась в тонкостях системы. Каждый день, отправляясь рано утром на работу или возвращаясь поздно вечером домой, на протяжении всего маршрута нас сопровождает дорожное освещение. Однако вряд ли кто-то задумывался, каким образом оно регулируется, как на наших улицах появляется свет и в какую сумму на самом деле обходится такое удовольствие. В прошлом году городские организации сделали соответствующие подсчеты и пришли к выводу. Существующие затраты нерациональны. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук дал поручение разработать специальную энергоэффективную концепцию дорожного освещения. Сегодня одни ее элементы уже функционируют, а другие только вводятся в эксплуатацию. К ним относятся и светодиодные конструкции, на которые активно переводится городское освещение. Перед вами светодиодный светильник мощностью 120 ватт. Этим светильником мы меняем светильники натриевые 250 ватт. То есть, если натриевый светильник 250 ватт плюс аппаратура пускорегулирующая получается в сумме 285 ватт, то вот этот аналог всего лишь 120 ватт. Вот она и экономия. Это, на первый взгляд, небольшая лампа, источник серьезной экономии городских ресурсов. Энергопотребление снижается вдвое, при этом не теряется качество освещенности. И даже наоборот, оно только увеличивается. На данный момент такого рода устройства установлены на въезде в город, а также на главных городских магистралях. Светильник окупается в порядке 2,5 года. Качество света мы еще выиграем, потому что светодиодный светильник дает белый свет. Белый свет – это улучшенная цветопередача. То есть, мы видим естественные цвета, поэтому для человеческого глаза это приятнее. Включаются фонари со светодиодами так же, как и все. И специально диспетчерская, расположенная на территории Брестского депо. Процесс этот автоматизированный. Несколько кликов компьютерной мышью, и вечерний город сияет яркими красками. У нас существует суточный график включения уличного освещения. Это утверждено городсполконом. Но в связи с погодными условиями, если существуют погодные условия, то есть ясную погоду, согласно графику, включаем. А если пасмурно, соклонение до 20 минут. Ну, в зависимости, какая погода, бывает дождь, туман, пасмурно. Вот таким образом. Так же происходит отключение. Вот такой вечерний Брест, светящийся разноцветными огнями, как многомиллионный мегаполис, видят берестейцы каждый вечер. А поскольку все мы уже находимся в предвкушении грядущих зимних праздников, Нового года и Рождества, хочется, чтобы город был наполнен яркими красками и чудом. Брест у нас очень красивый город, он вообще всегда украшен красиво. Ну, как бы люди всегда доброжелательные. Очень нарядный, красивый, особенно вот бульвар космонавтов. Здесь загораются деревья, огни горят, все, елочка стоит всегда, очень красивый. Яркий, праздничный, весь украшенный. Вот, наверное, такой. Мы надеемся, что он будет красивый. Вот еще нету этих деревьев украшенных на бульваре традиционных. Не, вообще красивый Брест, украшивают красивый. Я думаю, в этом году тоже будет. Концепция новогоднего освещения 2017 будет отличаться от предыдущих. Приоткрыли нам завесу тайны в Брестском Депе. А как на самом деле будет выглядеть Брест, мы узнаем уже совсем скоро. И обязательно расскажем вам в следующих выпусках Буганфорум. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бугтова. До 1 декабря город Брест должен надеть праздничный новогодний наряд. Такое решение принято в городском исполкоме. А значит, совсем скоро засверкают витрины магазинов и кафе, изменится их внутреннее убранство. Новогоднее тематическое оформление получат и прилегающие к ним территории. Один из подпунктов принятого решения – принятие мер по недопущению случаев использования пиротехнических изделий и фейерверков при организации праздничных вечеров. Важно избежать закрытия магазинов, объектов общественного питания, рынков на ремонт, инвентаризации и санитарные дни с 17 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. В документе прописаны и сроки проведения предновогодней ярмарки на улице Гоголя. Она будет проводиться с 6 по 31 декабря с 10 утра до 7 часов вечера. Продолжаем выпуск. Брестская городская организация общественного объединения Белорусский Республиканский союз молодежи объявила фотоконкурс под названием «Город в объективе», посвященный тысячелетию областного центра. Организаторы преследовали несколько целей. Мероприятия поспособствуют привлечению внимания общественности к истории и достижениям Бреста в разных сферах, будь то промышленность, здравоохранение, образование, наука или культура, посодействуют гражданскому становлению, идейно-патриотическому воспитанию молодежи, а также развитию творческих способностей и эстетического вкуса. Проводим мы его по четырем номинациям. Это одна из таких интересных, на мой взгляд, номинаций «Селфи», где каждый желающий при помощи своего гаджета сможет сфотографироваться с известными людьми, уроженцами Бреста. Это могут быть спортсмены, представители органов государственной власти. Следующая номинация – это «Город в лицах», где наши молодые фотографы, участники конкурса смогут фотографировать наших горожан в процессе каких-то культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе. Одна из таких наиболее профессиональных номинаций – это постановочное фото, где все желающие смогут сделать, подготовиться, перенестись в эпоху какого-то немножко другого времени, средневековья, может быть, Брест уже XIX века или Старожитное Бересте, где сделать фото панорамных снимков города. Ну и непосредственно одна из таких номинаций – это «Город в объективе», где будет отражаться непосредственная жизнь города, вид с высоты, возможно, при помощи квадрокоптеров и прочих технических устройств. Мероприятие обещает быть интересным. В течение всего времени подготовки к юбилею Бреста горожане смогут отсылать свои фотоработы. В процессе организаторы будут отбирать лучшие снимки. За ходом мероприятия можно следить на официальном сайте молодежь.брест.бай, а также на сайте телекомпании Бук-ТВ. Не поленитесь принять участие в мероприятии. Возможно, именно ваши авторские фото в будущем появятся на баннерах Бреста или займут свое достойное место в фотоэкспозициях, посвященных тысячелетию областного центра. Присылайте работы на адрес Брестского городского комитета общественного объединения БРСМ по улице Малая 3 или на e-mail, указанной на экране. конкурс.брестсобакамл.ру Актуальная информация для вас, уважаемые телезрители. Телеканал Бук-ТВ с 23 ноября текущего года начал трансляцию в базовых пакетах IPTV-зала. Жители Брестского региона могут смотреть нас на 111-й кнопке по интерактивному телевидению и в сетях кабельных операторов. Бук-ТВ – региональный телеканал для всей семьи. Объем вещания составляет более 16 часов в сутки. Контент нашей медийной площадки широк и разнопланов. Ежедневная информационная программа «Бугинформ» и еженедельная «Регион», музыкальная программа по заявкам «Примите поздравления», в вещательной сетке и другие программы собственного производства, а также мультфильмы, познавательные и православные передачи, художественные и документальные фильмы и сериалы. Обращаем внимание рекламодателей. Только у нас можно заказать изготовление рекламных роликов по весьма приемлемым ценам. Оплату за поздравления и объявления из любой точки Брестской области можно произвести по системе расчет ЕРИП, предварительно ознакомившись с условиями на нашем сайте buktv.by и созвонившись по телефонам отдела поздравлений 8 0 162 20 45 59 МТС 8 0 29 803 30 13 или отдела рекламы 8 0 162 20 45 59 20 71 31 МТС 8 0 29 520 53 94. Заказать поздравления или объявления вы также можете по адресу город Брест Бульвар Космонавтов 97 или по номеру телефона Белтелеком 166. Итак, Буг ТВ вы уже можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Субботняя программа Буг Информ посвящена главным событиям недели. Я, Виктория Саченко, продолжаю выпуск. Инклюзивная Беларусь не оставляет никого в стороне в достижении целеустойчивого развития. В Бресте в областном центре молодежного творчества под таким названием стартовала региональная кампания, которую организовали агентства организации объединенных наций во главе с постоянным координатором и представителем ПРООН в Беларуси Санакой Самарасинхой. Отметим, что данный проект является продолжением прошлогодней инициативы «Экспресс ООН-70» и направлен на достижение глобальной цели номер 10 – снижение неравенства и содействию более полному обсуждению в регионах повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. О ярких моментах масштабной кампании в следующем материале выпуска. Брест – второй город, который принял эстафиту «Инклюзивная Беларусь», не оставляя никого позади в достижении цели устойчивого развития. Стартовавшую 21 ноября в Гродно – это новая региональная кампания, в рамках которой организаторы проводят многочисленные разноплановые мероприятия, направленные на содействие и диалогу между обычными белорусами, представителями уязвимых групп населения, политиками, должностными лицами и международным сообществом. На церемонии открытия постоянный координатор и представитель ПРООН в Беларуси Санако Самарасинко подчеркнул, что проект призван сфокусировать внимание на проблеме равенства всех людей, на стремлении не оставить никого в стороне на пути достижения целей устойчивого развития. Что же касается целей данной инициативы, то могу сказать следующее. Как вы знаете, все мировое сообщество взяло на себя обязательства по достижению 17 целей устойчивого развития в разных областях и сферах, таких как надлежащее здравоохранение, качественное образование, инфраструктура, экономика, окружающая среда, равенство. И поэтому в рамках данной инициативы, путешествуя и объезжая все областные центры Республики Беларусь, мы намерены показать те наилучшие практики, а также те положительные инициативы, проекты, которые существуют как внутри страны Беларуси, так же и за ее пределами. Равенство людей во главе угла, чтобы каждый из нас, в том числе и человек с особенностями развития, чувствовал себя полноправным членом общества. И реализуются мероприятия, нацеленные на создание безбарьерной среды. Проблемы инвалидов, проблемы беженцев – это проблемы мирового масштаба. Но в каждой конкретной стране есть свои особенности, выяснив которые, гораздо проще определять пути их решения. Компания ООН «Инклюзивная Беларусь» в нашем областном центре призвана актуализировать эти вопросы, что и заявлено в декларации одной из целей устойчивого развития, так называемую цель номер 10, которую подписали Санако Самарасинха и заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Серков. Выполнение условий декларации будет способствовать и открытию в конце января 2017 года координационного офиса ООН в Бресте. Об этом в июле договорились руководитель Брестской области Анатолий Лис и Санако Самарасинха. Мы предлагаем два направления нашей совместной работы. Это первый. Мы бы хотели, чтобы ООН организовала на территории нашей республики и Брестской области, в частности, отдых детей, которые проживают в сложных загрязненных районах. Именно оздоровление двух-трехнедельные, месячные какие-то объемы. И мы, в принципе, готовы предоставлять места, где могли бы проживать эти дети. Я думаю, что уровень наших услуг был бы достаточно конкурентный по сравнению с другими реакционными зонами. И второе направление мы бы хотели обсудить торговый знак, который бы размещался на товарах, произведенных инвалидами. То есть, чтобы это было не в рамках нашей страны, а в целом в рамках Европы или мира. Проект «Инклюзивная Беларусь» должен решить три важные задачи. Чтобы преодолеть реальные барьеры – физически, психологически, социально, экономически – нужно устранить их в умах людей. Показать тем, кто не видит проблемы, что она существует, а тем, кто знает о ней, но игнорирует. Объяснить взаимосвязь всех членов общества и помочь побороть страхи и дать самим гражданам, чьи возможности как-то ограничены, платформу, чтобы заявить о себе. Мы надеемся, что это сделает возможным изменения и модификацию уже существующих проектов. Мы реализуем достаточно много проектов как в Бресте, так и во всей Беларуси. И кроме этого, результаты этих бесед и дискуссий также станут основой для разработки новых программ, которые будут направлены на решение проблем уязвимых групп населения. На базе ЦМТ были организованы фотовыставка, посвященная людям с инвалидностью, выставки плакатов «Я, мигранты, рисунков жертв торговли людьми», фотовыставки, инициаторами которых выступили посольство Израиля и швейцарский Красный Крест. Эта выставка сделана швейцарским фотографом и приурочена она к 150-летию швейцарского Красного Креста. И вот так случилось, скажем, что ее тематика абсолютно совпадает с направлением нашей компании. У всех у нас с вами, у нас есть разные права, у нас есть право любить, есть право дружить, есть право заниматься любимым делом, но одного права у нас нет и никогда не будет. У нас нет права забывать о тех людях, которые рядом с нами, о тех людях, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке, о тех, кто помогает, собственно, этим людям. Для любителей спортивных состязаний проходили соревнования по настольному теннису, где можно было сыграть партию с профессиональными теннисистами с ослабленным зрением. В программе также были мастер-классы, тренинги, уроки школы лидерства, акция по добровольному экспресс-тестированию на ВИЧ. Программа мероприятий также включала в себя консультации по безопасному выезду за границу, мастер-классы «Родители – это профессия» и многое другое. Это уже не первый проект, который реализуется на Брещене совместно с ООН. Мы надеемся, что мы станем вот этой вот стартовой площадкой для многих проектов, то, что с нас будет начинаться, вот все новое, которое будет приходить в нашу страну. Для нас это очень важно, мы делаем все возможное, чтобы так и было. У нас достаточно хорошие деловые отношения со всеми координаторами ООНовских программ, поэтому я думаю, что все сказанное им действительно имеет под собой смысл и основание. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». С рабочим визитом на Брещену на минувшей неделе приехал министр МЧС Республики Беларусь Владимир Ващенко. Целью посещения областного центра стало участие главного спасателя страны в заседании Брестского райисполкома по вопросу состояния пожарной и промышленной безопасности на предприятиях Полесского края, а также в мероприятиях, посвященных награждению отличившихся работников структуры МЧС Брестской области и победителей фестиваля «Безопасное детство». Программа поездки была насыщенной, а о том, как это было, расскажет София Бережная. Ежегодный фестиваль «Безопасное детство» проводился спасателями совместно с Министерством образования Республики Беларусь. Организаторы преследовали ряд целей, среди которых по-прежнему главное – привлечение внимания общественности к профилактике травматизма и предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем. Такая инициатива вызвала отклик у берестейцев. В конкурсе приняли участие воспитанники учреждения дошкольного образования, педагогические работники, а также родители ребят. На суд жюри были представлены дидактические игры, улыбки пожарной безопасности, обучающие видеоролики, методические материалы, проведены профилактические мероприятия. С творческими работами участников ознакомился главный спасатель страны Владимир Ващенко в рамках визита на Брещину. Итоги фестиваля показали – тема пожарной безопасности занимает важное место в образовательном процессе. Высокой оценке заслужили все работы участников. В тройке победителей оказался Яслисад номер 73 города Бреста. Я сегодня, конечно, и приятно удивлен, и восхищен, и с искренним уважением надо относиться к этим людям, которые так активно работают с нашими детишками. Я уверен, что с них уже выйдут люди, которые будут понимать, к чему приводит беспечность, к чему приводит такое халатное отношение социальной безопасности. Дети уже знают, знают уже с трёхлетнего возраста, как набрать 101, что сказать, как сказать иногда. И малыши с удовольствием включаются в игры. У нас есть родители, которые работают в службе МЧС, наш курирующий инспектор, который к нам приходит, и мультфильмы, подборку собрали. В общем-то, я думаю, что результаты вы увидите на выставке нашей, и кто приходит к нам в дошкольное учреждение, видит, что это одна из основных задач. На торжественном мероприятии награды были вручены и отличившимся работникам органов и подразделения по чрезвычайным ситуациям Брестской области. Медали за безупречную службу из рук министра МЧС Республики Беларусь получили и спасатели Брестского городского отдела ПЧС. Их вклад в общее дело огромен, такая оценка их труда поистине заслужена. Но с характерной спасателем скромностью о своих успехах они говорить не привыкли. Министр правильно отметил, что это не самое главное. Это еще раз только стимулирует для плодотворной, качественной, ответственной и бурной работы. Поэтому это еще один стимул для качественной работы. Довольны ли вы результатами работы городского отдела? Конечно. Мы идем только на развитие, всегда на шаг вперед, и поэтому никогда не останавливаемся. 18 лет так сложилось, я уже служу непосредственно в рядах МЧС. Я очень рад, что все-таки пришло это время, и эта награда уже находится у меня на груди. Спектр задач, выполняемых МЧСовцами области, весьма широк, однако сложностей для них не бывает. Осознанно выбрав профессию, они несут гордое звание спасателя, а о качестве их работы говорят высокие результаты. Те, кто проявляет образы мужества, героизм представляется государственной наградой, я скажу, что глава государства нас поддерживает, и те люди, которые делают все, чтобы люди и жили безопаснее, и попадая в беду, принимают самые решительные меры помочь им, конечно, заслуживают уважения. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Каким образом нужно организовывать курс подготовки молодого водителя, чтобы получившие удостоверение автомобилиста-курсанты не боялись выезжать в город и не создавали аварийных ситуаций? Вопрос повестки 6-го пленума Совета Бресской областной организационной структуры ДСААФ. В рамках заседания специалисты ведомства совместно с руководителем областной госавтоинспекции Сергеем Талатаем обсудили существующую программу, а также озвучили свои предложения по реализации концепции успешного обучения. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Перемещение по полосам, постановка автомобиля на парковку, его подъем и спуск со стакады. И это только малая часть тех базовых навыков, которые получают курсанты, приходя учиться в автошколу. Поначалу многое дается непросто. Однако, как показывает практика, благодаря постоянным тренировкам есть шансы стать виртуозом своего дела. Это зависит от пройденных километров. Чем больше километров прошел человек, тем он больше и увереннее ездит. Стажа может быть и 10 лет, если человек ездит по однотипным дорогам, либо не ездит вообще, либо только сезонно. Навыки вождения его очень скудны, скажем так. И он неуверенно чувствует себя на дорогах. И зачастую вот есть такой вид водителей, как по снежнике называется. Когда выезжают они на дорогу, они довольно часто создают много аварийных ситуаций. Не зависит стаж именно от времени, а зависит стаж именно от пройденных километров. Качественная составляющая подготовки молодых водителей стала темой открытой дискуссии в рамках проведения 6-го пленума Совета Брестской областной организационной структуры ДСААФ. Сегодня на городских улицах мы без труда можем увидеть молодую водительскую смену. Конечно, кто-то из них уже освоился и, перемещаясь по городу, чувствует себя довольно уверенно. Кто-то, разместив на заднем стекле отметку ограничения 70, ищет снисхождение у опытных автовладельцев. К слову, за последнее время количество водителей со стажем до двух лет увеличилось. Иметь свой автомобиль не просто комфортно, но и престижно. Однако в погоне за количественной стороной вопроса не должна теряться качественная. Эти слова стали основным посылом участника мероприятия. Сегодня ведомству необходим новый план работы, который позволил бы более тесно связать теорию и практику вождения. Мы корректируем нашу систему в работе по контролю за, в первую очередь, за качеством обучения водительских кадров и принимаем решения, направленные на искоренение в нашей среде негативных явлений, негативных проявлений. К сожалению, такие бывают, но мы сегодня как раз для того, чтобы собрались, для того, чтобы выработать коллегиальное мнение по тем или иным вопросам данной задачи. Мы говорим о том, что давно уже настало время выводить временное водительское удостоверение, как минимум на год или на два, как это в цивилизованном мире. И вот это будет экзаменом. То есть ты какие-то первоначальные свои знания показал, получил временное водительское удостоверение, два года поездил с повышенным требованием к водителю. Если этот, скажем так, период, ну не совсем удачный для тебя, ты все-таки совершаешь очевидное, я подчеркиваю, очевидное сегодня правонарушение, значит, будь добр, либо переобучись, либо пройди психолога, посмотреть надо. И об этом тоже надо говорить. Почему мы сегодня автошколы принимают 100 человек и должны 100 человек выпустить с удостоверениями прохождения? Ведь так же нет ни у пилотов, ни у других, скажем так, капитанов кораблей дальнего плавания. Есть человек, когда он по своим физиологическим, психоэмоциональным или иным, даже анатомическим особенностям, он не может быть водителем. Внести предложение о выдаче временных водительских удостоверений, ввести в программу обучения обязательный просмотр документальных фильмов о реальных случаях тяжелых дорожно-транспортных происшествий и их последствиях, поставить перед инструкторами задачу, как можно больше отрабатывать элементы, точное выполнение которых является обязательным на городских и республиканских магистралях. И это только часть предложений. Вскоре они будут систематизированы и станут базой для будущих официальных документов и соглашений. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир кинопереключений документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В воскресенье 27 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Скандинавии. Выходной день в областном центре будет пасмурным. В течение дня пройдут кратковременный дождь, мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит 0,2 градуса, днем до 4 со знаком плюс. Ночью и утром слабый гололед на дорогах гололедится. День будет отмечен порывистым западным ветром. В начале следующей недели ожидается похолодание, которое принесут воздушные массы арктического происхождения с севера Европы. В Бресте 28 ноября ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедится. Утром и днем сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0,3 градусов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА